коллеги я вас приветствую сегодня у нас факт по программированию 29 у нас несколько вопросов я покажу чуть позже а перед этим хочу поблагодарить тех кто смотрит то комментирует кто спонсирует канал это очень важно для меня помогает мне некоторое время проводить больше на видео то есть чем больше спонсоров тем больше видео итак поехали на сегодня у нас четыре вопроса они у вас на экране и перед тем как начать я вам напомню что лучше подписаться на канал чтобы не пропустить новые видео если они конечно вам нравятся вот и ну давайте приступать итак вопрос номер 132 он первый на сегодня и звучит он следующим образом как лучше перехватывать исключения в одном блоке через свитч или в разных через скетч давайте для начала ознакомимся тем какие варианты обработки исключений существуют и в данном варианте который сейчас вы видите это стандартный способ использовать try catch на каждый из типов исключений потому что исключения могут возникнуть как в этой строке так и в этих двух и суть сводится к тому что в каждом типе исключений производится кастомный да то есть свой собственный вариант обработки этого самого исключения далее посмотрим другой способ который позволяет перехватывать также ой прошу прощения также через try catch но уже на данный момент мы используем несколько и соответственно для этих всех трех будет обработана результат только одним образом то есть вернется минус один то есть первом варианте мы для каждого используя свой catch и в нем делали свою обработку здесь же на самом деле мы для всех трех используем одну обработку ну в общем то это наверное тоже имеет место быть в некоторых вариантах следующий способ обработки это опять же тот же самый try тот же самый catch но внутри уже catch есть switch который путем приведения через кейс свою обработку для каждого из типа исключений ну тут в общем то тоже все понятно и видимо вопрос как раз стоял в том используем один catch или catch со свитчем но это еще не все давайте посмотрим на следующий вариант использования тут тоже switch на самом деле но ну вернее есть тот же try тот же catch но внутри него уже есть switch который использует более современный для c-sharp обработку вот этих самых исключений опять же у них своя собственная реализация обработки и так вопрос то и следующем какой из этих способов на самом деле собственно говоря быстрее производительные и все такое скажем честно что обработка она равна и потому что если вы используете много кэчей то компилятор автоматически добавляет тот же самый switch и теоретически эти механизмы работают одинаково по времени есть ли конечно не включается теле тик человеческий фактор когда вы кэч со свитчами начинаете реализовывать какие-то конструкции ну достаточно медленно пример if else или и еще что то такое но я веду в концепции свитча внутри или вместо свитча то есть вот эта конструкция будет работать медленно просто if l сам по себе является медленной операцией в c-sharp другими словами если вы используете кэч много кэчи да то есть в комплекте с трием и кэч один со свитчами то производительность от этого не хромает все хорошо в меру как говорится и это нужно понимать итак следующий вопрос у нас номер 133 и звучит он следующим образом что лучше использовать вар или явный тип ответ будет простой собственно говоря фиолетово как вы будете использовать компилятору наплевать вар это синтаксический сахар и если вам удобно используйте вар если нет явный тип ну я просто работал в некотором количестве компаний которые имеют определенные договоренности использовать либо то либо другое и 90 процентов компании используют в договоренностях конструкцию вар все итак вопрос номер 134 сколько обычно nugget пакетов от сторонних разработчиков вы используете своих проектах что лучше использовать чужие что лучше использовать чужие или писать свои вы смотрите тут на самом деле такой непонятный для меня вопрос смотрите разные пакеты делают разные варианты функционала есть пакеты которые давно уже реализуются и могут делать чудные магические вещи а есть пакеты которые сделаны ради пакетов или они какую-то узконаправленность имеют или допустим перестали развиваться в общем на самом деле смотрите все очень просто я чаще всего использую пакеты которые уже давно использовал то есть ну например автомаппер медиатор microsoft identity да в общем такие пакеты без которых достаточно сложно жить и они в общем то сделаны на самом деле хорошо и качественно доказали свою эффективность ну не будем углубляться в подробности писать какие-то пакеты которые делают достаточно мощные вещи и существуют давно но нет необходимости но есть пакеты которые в общем то они существуют они выложены в open source и это дает возможность посмотреть как они реализованы и если я нахожу вариант улучшения этого пакета то я в общем то делаю свой пакет не скажу что я это делал часто но тем не менее так так бывает иногда когда делаешь или какие-то замечания или какие-то дополнения или в общем то меняешь реализацию я тогда делаю свои но так чтобы специально изобретать свой велосипед нет такой задачи мне нет поэтому отвечая на первую часть этого большого вопроса то все зависит от того какой проект обычно там ну ну допустим для микросервисов шаблонов которые есть на гитхабе в открытом виде я использую по моему девять или восемь нугит пакетов от сторонних разработчиков но бывали проекты когда я использовал и допустим 20 нугит пакетов но с другой стороны чем меньше сторонних пакетов вы используете тем лучше почему потому что существует вероятность что какой-то пакет перестанет развиваться при переходе на версию каком-нибудь дот-нет кора следующего до сборка останется устаревший в общем чем меньше зависимости тем лучше об этом говорит принцип single responsibility то есть каждый пакет должен что-то делать одно но если этих пакетов много и этим собирается ваше приложение то связанность получается очень жесткая чем меньше пакетов тем лучше и поэтому собственно говоря я делаю иногда свои собственные пакеты выкидывая ненужное и включая нужное для конкретного проекта чтобы универсализировать его использование для конкретного приложения с возможностью использования в других приложениях ну вот как-то вот так вот и так следующий вопрос номер 135 звучит он следующим образом event sourcing и event driven architecture в чем отличие ну надо сказать что отличие во всем это абсолютно не связанные между собой два подхода ну подход и паттерн да если event sourcing это паттерн event driven architecture это подход и они похожи только потому что у них название слово event сравнивать их это все равно что сравнивать красного и красиво потому что это корень 1 смысл имеется абсолютно разный у каждого из понятий чтобы было понятно опять же event sourcing это паттерн который складывает базу данных события по изменению состояния объекта то есть у вас в базе данных хранятся события которые изменяют состояние объекта таким образом обрабатывая эти состояния в этой базе данных вы можете восстановить состояние объекта на текущий момент или там на год назад или там на месяц назад то есть это как раз event sourcing который работает именно состоянием если объекта нет состояние использовать event sourcing это ну как минимум неуместно а как максимум это может привести к большой боли то есть паттерн ради паттерна может где-то говорили в каком-то видео о том что такое в эндсорсинг и поэтому еще раз повторюсь event sourcing это состояние объекта который хранятся в базе данных по которым можно состояние объекта его остановить или посмотреть там на какой-то период это принцип который используется именно вот в этом паттерне если говорить про event driven architecture то это архитектурный подход который использует события для коммуникации между сервисами то есть есть пачка микросервисов или сервисов если хотите которые между собой обмениваются этими как раз вентами этими событиями внутри которых могут быть и состояние в том числе и какие-то команды и вот этот подход как раз ну абсолютно диаметрально придет противоположен тому что был описан в эндсорсинг не надо их путать это два совершенно разных человек если так можно выразиться так следующий у нас следующий у нас спасибо за внимание больше на сегодня вопросов нет пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и пишите правильный код подписывайтесь на канал и пишите комментарии Продолжение следует...